ну что амигос с этого классного ракурса на эффектную жопу этой тети идем ставить жирную точку прохождение резьбы всех она уже утомила всех надоело всем но действительно на мой взгляд а все-таки вот первый день на кризисы не были мне кажется поинтереснее все таки но не то чтобы там динозавра чисто потому что динозавры рвут зомби которых последнее время развелось не просто сама игра там как-то так сделано что хрен поймешь то есть чем вообще эта история может кончиться может она кончится вообще чем-то хорошим там сама замутка было интереснее здесь тоже неплохо но все-таки когда вот и как я уже много раз говорил с тех пор как мистика как мистику сменила вот это научная хренатень с вирусами игра немножко потеряла в моих глазах это что за это морг чё за звуки то вы слышите что тут есть что-то шипит ух ты как будто как будто змея шипит но при этом сука что за хуйня то ублюдек мелкий а это не паук это что-то новое кузнечик какой-то это кузнечик мутант сука из этой камеры из-за которой здесь ничего постоянно не видно операционный стол покрыт круто не похоже чтобы это была кровь от операции ну да кузнечик кровожадный был я считаю откуда дружить взялся видели да откуда он пришел на мертво зажатый не открывается окей здесь еще две щели через которые можно сдриснуть что-то непонятно пока только эта локация ну то если по карте посмотрю это вверх а это куда это обратно в коридор походу судя по карте далее а либо обратно в ту комнату в предыдущую тут мы видим ой а какого хера не выложил зажигательные патроны а ну почему их блять не выложил о здесь что-то двигается интересно если если отсюда отсюда на уже их не отсюда на уже полочку не двигает блять понятно ну что ж это был фальш старт теперь волшебным образом патроны оказались в моем инвентаре так а третья часть этой лаборатории здесь лежат трупы мешок с телом лежит на обычной постели дата указана на мешке довольно старая по запаху наверно понятно что старая полка полна различных антитоксинов о система ввода а в шкафу то что в таких шкафах в первую во второй части оружие было ставим к мы еще один диск освободим инвентарь ура шикардос к сожалению мешок не встал как на заставке к игре так и где и где теперь еще мне куда а осталось открыть последний затвор и может быть пройти в ту супер дверь интересно а к какому месту она прислоняет этот электронный ключ если я никакого замка не вижу ржавая дверь вообще вот обычно тут вот я вижу обычный ключ вставляется но не электронный так первый большой коридор заржавела намертво но я вижу что дверь стеклянная могла бы разбить впереди закрытая дверка а еще ниже или выше надо нажать на кнопку право как обычно или света нет или сломано тут всегда сука одно из двух так а это куда то ниже да ниже мне не надо будем по порядку за этой голубенькой дверью нас ждет что нас ждет оп да тут полный хоп хей ла ла лэ и смотрите ка вот тебе и машинка вот тебе и запись стены покрыты многочисленными следами когтей кто тут царапался кто писали в коментах что не надоело ли мне насмотреть на двери но я помню во второй части резидента что из-за некоторых дверей прямо вот в этой заставке начинали вываливаться зомби это было очень круто а я честно говоря ждал здесь что будет где то то же самое но пока что такого момента нет ни одного это старая печатная машинка конечно ты чё в целом за игру наверно можно подобрать где то лент 20 наверно я уже использовал больше 60 ну потому что и так беготни через край слишком много а если еще и после того как сдохнешь бежать от не от последнего сохранения от хер знает какого игра будет просто длиной в бесконечность как мне кажется так лента патрон так можно взять для гранатомет гранатомет ладно отложим его на лучшее время когда война начнется например можно уже выложить зажигалку и флягу с керосином но я скоро потрачу последний диск у меня образуется куча пустых слотов поэтому можно и поносить с собой аптечку можно даже еще взять надеюсь в любом случае даже если я найду супер квестовый предмет какой то то сохранение здесь рядом возможно вы спросите меня какая разница тебе мистика здесь ученые или здесь зомби и зомби ходят и ходят казалось бы но посудите сами вот нашли мы записку о том что Климсон Хэда в гроб положили ученые да его изолировали но почему гроб почему цепи почему цепи отстегиваются не кнопками а на пульте управления а какие то маски надо вставить черт возьми это самые романтичные ученые которых я видел в своей жизни так слышу звуки нехорошие опять жук наверное в шестой части а в пятой части вернее этих жуков было много пидрила блять подождал пока я блять смотрите-ка это сколько выстрелов уже выйдет третий там жуки они были больше в них стреляешь стреляешь у них вырастает грыжа и только тогда их можно убить печка огонь неуклонно распространяется может ли тут быть что-то похожее на печь нифига нифига ты за тупок конечно это печь блин а что это по твоему на что похоже то так что здесь тупик что тупик в этом тупике что-то есть внимание топливо может взорваться если его взболтать заправочный аппарат для генераторной сейчас он не работает потому что в нем нет топлива здесь лежит пустая капсула отлично по правде добрый человек мне уже сказал что кинул спойлер что с этим топливом нельзя бегать иначе он рванет я понимаю что вы эти спойлеры кидаете по доброте душевной ну блин народ завязывайте а то же я сам не догадаюсь да ах ты пизда вон они на потолочке висят как оказывается на потолочке любишь что висеть а говно блин смотрите я ему лапу отстрелил у него две осталось и при этом у него лицо он тоже зомби похоже зомби который мутировал таракана заправочный аппарат кто-то посмотри сколько их здесь а блять нам нужен дезинсектор здесь сколько вот а меньше единички здоровье сносит говноед так а где я видел заправочный аппарат то а а а вот там наверху по моему ну я просто думаю что я лучше сразу пойду принесу сюда чем чем буду продвигаться дальше копить у себя эти предметы псевдоквест так так это дверка закрыта у нас да грандиозная стеклянная дверь преградившая дорогу вообще интересно сколько лет эта лаборатория уже не функционирует почему все такое ржавое черное какое-то лаборатория амбрелл она ведь должна быть беленькая чистенькая там народу много должно быть здесь в игре три ученых один пациент и все люди кончились а так этому я вроде башку отстрелил он встать не должен был подождите-ка раковина полна пустых стаканов и колб мне так показалось что там что-то взять можно так вот она ммм почему не обязательно то блин мудак что ли тут все по хитрому делаются и что интересно за топливо такое которое нельзя взбалтывать нитроглицерин что ли нитростроение написали да не трясись главное прикиньте идешь-идешь такой почти дошел до того места где надо эту колбочку положить тут вам звонят на мобильник у вас работает вибро звонок телефон лежит рядом с этой колбой он так и такой взрыв вот что значит звонить не вовремя а не тогда когда ты едешь за рулем просто по статистике все мужики орут на своих баб когда они звонят а те едут я еду блять правда нахуй мне звонишь купите себе гарнитуру ой купите себе гарнитуру чувак гарнитуру неудобно по шажочку по шажочку куда тут идти то прям сильно взболтать мне кажется сильно взболтать это если зомби схватит он сильно болтает а бег это не сильное взболтывание тем более даже нитроглицерин он не при взбалтывании взрывается он взрывается при ударе что значит при взбалтывании он же и так перемешанный хотя может я чего то не знаю хотя все мы о нитроглицерине знаем исключительно из фильмов так вот в одном из фильмов причем старых на трех грузовиках они везли нитроглицерин чтобы взорвать нефтепровод прорвавшийся ну там же не взрывался он правильно если грузовик не попадал в аварию как правило на грузовике очень сильно трясет и болтает и чё топливо было подано в генераторную теперь лифт заработал да типа походу тут еще есть какая-то дверь без ручек ручка там плоская о ёпта что же такое же помещение то такие ну давай ох я его на замахе убрал что многовато на вас патронов уходит ребятки мои и по-прежнему а вот эти вот средства самообороны выпадают как будто паук будет хватать паук просто бьется и все электрошокер в данном случае ничем не поможет ну чё тут для бесконечности вам чё реально по кайфу что я сокращаю вашу популяцию мне чё-то не очень охота идти в эту дверь сейчас потому что патронов ну совсем что-то у меня нету а о да ёпт твою мать отклейся нахуй применяем щелк давай щелк вот еще последняя дверка вот пароль и похоже что где-то открылась я чтобы это могло быть итак так метнусь ка я нахрен за патрон за гранатометом стремновато мне что-то стало дробовик кончается маг думаю мало мне дробовик уже закончился один патрон таракан с трех умирает а я представляю сколько пистолетных патронов на таракана надо обойму наверное все 15 если он даст столько раз в себя выстрелить конечно пистолет это оружие исключительно начало игры здесь потом он постепенно теряет свою силу между тем всяких патронов мне оказывается просто странная куча вот мне интересно у меня гранатомет чем заряжен был ой взрывными вообще шикарно но я убрал уже зажигалку естественно потому что потому что тараканов сжечь необходимости нет никакой обычные зомбари уже я думаю окончательно закончились а если нет то они будут в комнатах куда я второй раз всяко не пойду а если пойду то у одного кримсон хэда все таки ушатаю думаю без особых трудностей а вот бежать когда я сейчас очередной раз засру инвентарь совсем не хочется так интересно где же конец и край той лаборатории тут уже лаборатория больше на столеварню стало похоже в которой где-то утонул терминатор так что сюда посмотрим посмотрим где-то что-то какая-то подача топлива включилась там какая-то невъебенная дверь и в 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 расход по-прежнему велик боеприпасов ох какая локация странно к основному лифт не подается питание подать до не я думаю что пошел тут зуб извините дружище но вы блять на вас патронов не напасешься сука наплодились как тараканы но я думаю что они будут гнаться за мной сейчас по вентиляции не дадут мне так просто уйти кажется фишка этих мобов в том что они между локациями ходят нет так но собственно что оставить на сладенькое лифт или ту дверь с замками я думаю что дверь замками надо ставить на вкусняшку она так основа по основательному за законопатчина и лифт еще и рядом сейчас забегу с иванусь и в бой интересно насколько большой третий этаж я буду сказать на самый нижний самый первый джилл ой блять приперся отморозок поганый пугаешь мне на лопа жопе шлепну тогда чё ты по плечу то как как приятели хлопну чё ты когда здесь есть лифт всегда джойстик вибрирует интересно если бы я в лифте ехал с топливом оно бы взорвалось лаборатория п4 аж на херасе жди каш патроны хуяси две пачки патронов для дробовика стоят просто в коридоре на полу возле лифта я думаю что это херовый знак думаю это знак что лучше взять магнум пошли мне нравится что нас двое в этой ситуации с двух магнумов то мы даже терминатора уделаем о альберт нас трое теперь криса не хватает а вот он как ну пацаны давно в жопу жахаетесь а две дочери вот значит гандон это вескер все таки а как ты сюда попалась если все двери были закрыты ну и дали верно это сомбрелла сомбрелла ты просто сомбрелла смарт девушка но я думаю что ты меня не понимаешь все что ты говоришь не я умеру все с этим лабораторией что ну сомбрелла и у барри пушка то побольше чем у тебя надо попытаться их поссорить смотри валют беда ты и беда и в 함бре Ты и Барри думали, что я спрашивала на немезиса похода. Что? Что ты планируешь? Я думаю, что это время для показа и рассказа. В лайдах было написано, что это тирант похож немножко на немезиса с симпатичностью лица. Можешь его трахнуть, придурок. Зачем он ходит в темном помещении в очках? Берри, ты не мог прицелиться ему в башку, а, дружище? Извините меня. Нет, ты не сломался. Это Умбрелла и Уэскер. Даже если это была моя семья, я не могла перестать обратно на мою руку и мои друзья. Черт! Черт! Берри, вместе с вами! В свете! Черт! Черт! Ха-ха-ха-ха! А почему он не нападает на Уэскера, я не понимаю? Черт! В зале... Он знает, кто работает на Уэллок, а кто нет. О! Да, но Уэскер Гондон живучий окажется. Вот что сейчас сделал Барри? И только не говори, что они умерли от таких ударов. Ты вирал-культурный фрик! Меня бывало за двойки сильнее шлепали, но... О! Хорошо, попал. Хуя себе попал! Сразу жизни внимания, нахуй. О-оу! Попадался! И все? Да не-е-е-е! Не-не-не-не-не-не-не! Или что, серьезно? Ты сдох уже? И все? И это тиран? Потому что в мультике про Resident Evil, вот в последнем, там тираны бегали, блядь, размером с хрущевку. Они были огромные, мощные. Сильные. Барри! Барри! Хрупкая девочка в жало его уделала. Извините. Это было не за меня. А где Крис в это время, я не понимаю? Вот ублюдок. Он исчез! Блядь, тут одна дверь! Одна дверь! Я ее держал в поле зрения! Куда он исчез? Шляпка-невидимка, наверное. Вот, бля, хомуха. Капсула содержит определенное количество существ, описать которых очень трудно. Кто мы способен создать их? Я их сейчас опишу. Это куча дерьма с пуповиной. Вискиридзе поганая. Куда это делось? Так. Панель управления электронным замком. Открыть замок? Да. Что за замок-то хоть открылся? А, выход. Что тут еще есть? Подождите. А, ничего больше нет. Может, комната не светится красным. Система для сбора экспериментальных данных. Вау! Ну, вот это-то. Да. Все понятно. Драма просто зашкалила. Босс просто говно. Терминал использует для содержания существ внутри капсулы. Безусловно, самая жуткая вещь, извиненных вами ранее. Ну-ну. Да, размер ноги у него неплохой. Смотрите, где-то, наверное, 55-й, наверное. Да, ну что ж. Тиран говно. Чё я могу сказать? Печально, потому что в день о кризисе боссы, вот это были боссы, да. Попробуй тираннозавра завалить. А я чё-то не понял, а чё всё-таки за той дверью с тремя замками было? Мы едем вниз, я смотрю. Видите? Видите? Смотрите, лифт едет вниз. Им впадло было делать анимацию обратного движения. Тогда ещё не было, видимо, Сони Вегаса, чтобы реверс сделать. Поэтому мы два раза съехали вниз. Какая-то джилл пришибленная. Ну и куда Барри делся? А, некоторые двери, я смотрю, так и не открылись до самого конца. Стеклянная, например. Таймера почему-то нету. Да, непонятно немножко. Пошёл ты в жопу. И ты иди в жопу. Можете оба пойти в жопу. Найдите повместительный сракотан и туда идите. Я всё равно, блядь, узнаю, что это за хуйня. Давай, отваляй, собака. Всё, открывай. Пи-пи-пи. И что же это у нас тут, мать твою, такое, интересно было спрятано? Ещё ниже куда-то. Охуей же, блин, вот это да. Видимо, это супер-секретное место. Блокировка снята и открыт камера. И кого бы не могли забереть. Ох ты, блядь. Кристофер Робин. Он, к сожалению, жив, братан, но здоровье у него уже не то. Ха. И как ты сюда попал? А, ну, видимо, Вескер его сюда запер, раз он спросил, как он там. А вот теперь у меня есть помощник. Та-та-та-та-та-та-та. Кооператив. Кооператив. Let's move, let's move. И путь дорогу будут преграждать одни тараканчики, да? Да, давай, let's go. Да это я вообще-то впереди... Опять, опять он, блядь, вперед убежал, а я одна. Вот, блядь, джентльмены двадцать первого века, полюбуйтесь. Невоспитанные вафелы. Сохраниться надо было бы, забежать, забежать, наверное, не знаю. Оттечку взять. Да ладно уж. А, о. Переходим на подножный корм. Хе. Кстати, сейчас по дороге же машинка будет. Давай, бери. Чё добру-то пропадать. Если не хочешь сам, хорошую траву всегда продать можно. Пошли. Хорошую, в смысле, лечебную. Не надо понимать меня. Буквально. Я так понимаю, сейчас задача стоит просто выбежать к херам собачьим из особняка навстречу тем самым собакам, которые там ждут. На всяком случае, я так вижу это задание, я так его понимаю. Потому что куда ещё можно бежать сейчас я вообще. Без понятия. Вот надо было сейчас мне дать какое-нибудь топливо, с которым нельзя, с которым нельзя болтать. Я как раз по лестнице вылезла и... Блядь, да посмотри, они меня ещё подгоняют бесстыжие. Что, куда идти-то? А вот там лифт, это что? Ну хуй знает. Он закрыт, я вижу. Раз они стоят у этой двери, значит в эту. Это какая-то новая дверь открылась, здесь ещё аптечки навалены. Это Брэд, я уходу от филы, если кто-то живёт, поздравь меня сейчас или просто дай мне сигнал, если вы хотите. Это ваша последняя chance. Куда-то загадочным образом... А вот они. Всё сказать, пропадают эти два... Наверное, ахтунги. Это что такое? А смысл его в шагах тут было бросать...? Понятно. Это вот они так себе, да, предохранитель предоставляют? Класс! Мы почти там! Джил, ты просто пришел в контакте с Брэдом! Мы можем сделать это! Джил, дамы, ты можешь... Крис! Пожел я мне тоже взять? Хорошо, мы поднимем на хелопорт. опа а вот и таймер появился сажми пукан называется куда этому интерес приехали а это что за хуйня что это вертолетная площадка есть вы хотите взять сигнальная ракета хочу взять сигнальный чемодан чем делать сигнальная ракета я думаю надо юзати как них у них и россия это сигнальная павел какой-то сейчас салют будет среди нет о а вот наверно вескер приехал что у них получилось это пукан у вескера бомбанул инфа стопроцентная а тиран крис не растерялся и первым получает поебалу за свою смекалистость это так ну баррику пизда походу наконец-то кончились у него бесконечные патроны ох ты бля да ты резок как диарея яси барри барри отвлеки его с такой камерой боссом блять дай-ка ему блять ебану ка ему сока разрывными в жопу блять у меня жизнь и внимания нахер кассовым ударом все он стал более живучим вот раз я смотрю может я не попадаю ой иисус иисус послал мне ракетницу какую-то вообще четырехствольный термоядерный ракетный пулемет оу ну все отведай-ка сучка теперь у него есть член ох нихуя его разорвало вот это летальный исход если только он не жидкий терминатор и не соберется обратно странно что в ракетнице было четыре заряда в игре в общем-то авто авто прицел она сама поворачиваться в сторону врага а он сдох с первой ракеты это странно зачем их четыре тогда ракетница как у команду со шварценеггером прям была ни хера себе там кирпичей сколько вылетел этот взрыв ну что ж до свидания особняк голубые дали мы такую красоту нахуй дю видали хэппи энд все живы все здоровы интересно куда пропал Барри потом почему больше об этом персонаже ничего не было не видно не слышно по-моему я его в третьей части не помню во второй его не было четвертый пятый шестой его не было сто процентов сто пятьдесят процентов даже ну и концовка стиле жили они долго и счастлива и как Джон Рэмбо улетели на восход в вертолете ни слов ничего ну что ж не первой свежести игра тогда такие концовки были в моде ну что ж довольно игра неплохая даже на сегодняшний день вот именно сочетание такого хоррора небольшого шутера и загадок вот главный козырь первых частей резидента единокризиса первого самого это загадки которые сука всегда было интересно разгадывать загадки и история вот два остальных козыря к сожалению в нынешних играх об этих козырях давным-давно забыли сейчас ну редко где бывает хорошая история и уж точно вообще нигде нету никаких загадок что значит что игры ориентированы все больше на тупого геймера который может только прокачать свой скилл но если вставить в игру хоть одну серьезную загадку он блять на нее наткнется он зависнет и пиздец увы что даже сам великий капком пошел по пути упрощения геймплея что поделать надеюсь что надеюсь и верую что выйдет выйдет ремастеринг второй части резидента третьей части резидента но перед этим выйдут конечно же ремастеринг две части динокризиса предлагаю капкому сразу скинуться баблом если выйдет динокризис сразу надо сразу надо покупать я надеюсь что к тому времени доллар будет стоить 3 рубля 50 копеек ха-ха-ха ха-ха ну потому что еще нету новостей о том что они начали хотя бы работать над ремастерингом так что вот ладно все всем спасибо что-нибудь жмите что-нибудь пишите и увидимся уже в какой-нибудь другой игре адьо амиго а и вот смотрите результаты время игры 25 часов 15 минут это без учета всех вырезанных моментов да ну плюс я много раз игру оставлял на паузе в режиме карты и шел наливать чай или звонить по телефону или еще что-то поэтому я думаю что это я не знаю учитывалось ли время паузы во время игры по-моему да потому что ну 25 часов это очень много это даже больше чем Alien Isolations получилось существо убито 107 ну вроде как я кроме тараканов вообще убил всех кого встретил боеприпасов использовано 373 ни хреново я знаю что в среднем существо убивалось с 3,7 патрона использована лент 66 ну хер или нет лечащих предметов использована 23 но в аптечке я яростно экономил ничего не скажешь джил открыла новый костюм получили ключ от раздевалки да я не знаю а кем нужно быть чтобы соблазниться на повторное прохождение всего лишь одним каким-то галимом новым костюмом тем более что как ни крути но геймплей это не самая сильная сторона этой игры в общем вот и задний фон игры теперь поместился изменился смотрите видно глаз какой-то но если играешь второй раз и знаешь уже в какую сторону тебе идти в какой последовательности разгадывать секреты чтобы не засирать инвентарь игра пройдется очень быстро часов часа за три за четыре думаю можно пролететь все теперь точно одев до realistically до конца тоже